Привет всем! Это канал Кинописьма. Поехали! Владимир Шаинский был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы в январе 2018 года. В тот день могила утопала в цветах, поверх которых установили коричневую рамку с фотографией Владимира Яковлевича. После траурной церемонии могилу композитора обнесли оградкой. Да так и оставили почти на три года. В середине ноября фотографии с Троекуровского кладбища опубликовала «Комсомольская правда». Журналисты обратили внимание на запущенный вид захоронения. Могила Шаинского заросла сорняком, фото выцвело, а венки превратились с годами в мусор. После увиденного общественность набросилась на близких композитора. Первым оправдывался продюсер Андрей Удалов. «Мы со Славой, это сын Шаинского, регулярно ездим. Сейчас сезон дождей, а после мы заменим фотографии Владимира Яковлевича. Вообще фото мы регулярно меняем. Последний раз меняли три месяца назад. Но сами понимаете, портрет бумажный долго стоять не может», – заявил тогда Удалов. Продюсер рассказал, что памятник обязательно поставят. Уже есть эскизы, вот только денег нет. На лето запланирован большой концерт памяти Владимира Яковлевича. Собранные средства как раз и пойдут на создание монумента. Позже высказался и сам сын Шаинского Вячеслав. Наследник признал, что у семьи сейчас финансовые трудности. Пришлось продать московскую квартиру. По словам родных, Шаинского композитора оставил в семье наследство лишь долги. Более того, из-за пандемии сам Вячеслав сидит без работы, да еще объявился старший наследник, проживающий в Израиле. Мужчина никогда не общался с семьей, но появился на похоронах отца и потребовал наследства. Все эти злоключения и мешали семье известного композитора убрать мусор с его могилы. Покрасить оградку, удалить сорняки и заменить фотографию. О том, что Сневек регулярно меняют раз в три месяца, Удалов приврал. Фото на Погосте даже после скандальных публикаций стоит то же самое. Хотя стоит признать, что изменения на Погосте все-таки произошли. Могилу Владимира Шаинского полностью засыпали песком, снесли оградку, поставили вазон для цветов. Теперь последнее пристанище композитора напоминает пустыню. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.